Приветствую всех на медицинском канале. Звук У наполняет человека мудростью. Распевая звук У, человек ощущает прилив сил и энергии для активной деятельности. Этот звук усиливает динамику его жизни. Звук Э. Распевание этого звука делает человека коммуникабельным, усиливает сообразительность и предприимчивость. Звук МН привносит в жизнь благополучие и достаток. Его произнесение как бы упрощает жизнь, и поэтому в затруднительных ситуациях пробуйте лечиться этим звуком. Вибрация этого звука хороша для программирования своей судьбы с помощью мантр и аффирмаций. При пении звука Е возникает ощущение зеленого цвета. Зеленый цвет уравновешивает все остальные цвета и оказывает гармонизирующее воздействие. Это цвет жизни. Распевание этого звука настраивает человека на чувство любви к миру и к людям. Оно дает ощущение стабильности, покоя и удовлетворения. Это часто используется в практиках белой магии. При произнесении звука Е стимулируется горло, паращитовидная железа и трахея. Звук Е надо стараться петь на высоких тонах. Звук ОЕ – это очень целебный и очищающий звук. Распевание этого звука улучшает партнерские отношения, дает выход из внутреннего тупика. Звук О, переходящий в Е – это очень целебный звук. И во всех словах О – целебное гласное, а Е – очищающее. Главный гармонизирующий звук – это О. Звук О – это главный гармонизирующий звук, который управляет временем. У всех народов существуют слова, которые несут вибрацию звука О, и тем самым позволяют подключиться к универсальной гармонизирующей вибрации. Это один из ведущих и связующих элементов в магии и составлении заговоров, как белых, так и черных. Очень важный звук НГ помогает настроиться на информацию, которая способствует достижению поставленной цели. Это очень важный звук, произнесение которого стимулирует гипофиз и расширяет творческие возможности человека. Звук ИЯ благотворно действует на энергетическом плане, на чакру Анахата, а на физическом плане – на сердце, что позволяет использовать его в заговорах белой магии на сохранение семьи и гармонию отношений. А распевание этого звука усиливает связь с Ангелом-Хранителем и способствует более гармоничному восприятию себя в мире. Звук ОИ благотворно действует на прямую кишку, лечит геморрой, его можно подвывать. Он структурирует внутреннюю энергетику. Этот звук является очень сильным. Он может использоваться также и для подключения к чужому каналу. Он помогает понять внутреннее состояние другого человека в конкретный момент времени и навязывание ему своих действий и ситуаций, например, при любовных приворотах. Долгое и протяжное пение звука ОИ стимулирует головной мозг, гипофиз, щитовидную железу и все элементы черепа. Когда человек достаточно долго поет этот звук, он начинает ощущать радостное возбуждение. Это хорошее средство не только против плохого настроения, но и против бытового сглаза. Распевание звука ОИ усиливает настрой человека на высшие духовные планы, способствует самосознанию и самосовершенствованию человека, открывает и усиливает его творческие возможности. Звук А – звук, дающий и отдающий энергию. Произносить его нужно так, как будто вы укачиваете ребенка. Долгое А чистит человека, снимает напряжение и дает почти такой же результат, как и покаяние, снимая с вас накопленную негативную энергию. С его помощью также можно снять сглаз или незастарелую порщу, вызванную завистью. Звук Ю открывает новые горизонты в жизни, способствует благополучию, благотворно действует на почке и мочевой пузырь, снимает болевые спазмы. Когда человек чем-то напуган, звук С снимает напряжение, которое колеблит тонкие верхние оболочки нашего энергетического поля, а распевание этого звука повышает защиту от сил, черной магии и негативных обстоятельств. Звук Па поется на одном дыхании. Это тоже активизация сердца, только в облегченном варианте. Сердце может болеть и при недостатке энергии, и при избытке, поэтому вам надо попробовать все и выбрать то, что больше вам подходит. Мистическое слово Тарбаган. Произнесение этого слова способно уплотнять оболочки тонкого тела. Повторять необходимо 15 раз, ежедневно, трое суток подряд, рано утром, перед рассветом, монотонно, распевая его вслух. Это слово привязывает астральное тело к физическому. На ночь произносить необходимо 4 раза. В этом случае тонкие тела не будут ночью улетать от своего владельца и приносить негативную информацию. Это слово открывает ясновидение. Им нельзя пользоваться высоко в горах или выше уровня четвертого этажа. Продвинутые люди говорят, что может остановиться сердце. Это слово дает неуязвимость сражений, отводит недобрые помыслы. Для этого это слово надо наговорить 4 раза на одежду, в которую вы будете одеты. А вот если 14 раз наговорить это слово на воду, микробы будут уничтожены и вода приобретает свойства святой воды, изменяет свою структуру. Для этого налейте воду в стеклянную посуду. Левую руку держите под посудой, а правую над посудой во время наговора. Эту воду применяют при болезнях почек, язве желудка, болезнях печени и всех полезных внутренних органов. При сглазе ей следует умываться сверху донизу, собирая ее в тазик, а после вылить за пределами своего двора. Это слово дает защиту от змей и земноводных. Перед первой в сезоне поездкой в лес повторите это слово 4 раза вслух. Графическое слово Тарбаган можно изобразить в виде двух переплетенных восьмерок зеленого цвета. Это слово замедляет старение, увеличивает продолжительность жизни. Повторять необходимо два месяца подряд, по три минуты в день. Затем делают 20 дней перерыва и все повторяют заново, и так до бесконечности. Звук Эмпом это энергетическая замкнутая цепочка вибраций. Распевание этого звука создает временную защиту от воздействия черной магии, помогает настоять на своем и использовать возможности настоящего момента. Слово Эмпом надо произносить так, как будто вы играете на трубе. Оно благотворно действует на сердце. Звук Пеохо очень благотворно действует на дыхание. На выдохе звук Охо производит такое же очищение, как и при дыхании звук Ха. Этот звук тоже активизирует сердце. Звук Э-У-О-А-И-Ы-А-ОМ очень важная энергетическая цепочка, используемая в белой магии для возвращения сил и самостоятельности человеку после тяжелой порчи или приворота. Сначала надо научиться произносить все звуки отдельно, правильно и чист, без напряжения, а затем перейти к их слитному пробиванию. Этот звук надо петь над человеком, который потерял сознание, а также петь самому человеку при потере силы. Это повторяющиеся звуки. Конечно, сначала надо научиться произносить все основные звуки правильно и чисто, без напряжения, а затем перейти к их пробиванию. И запомните последовательность. Звук Энгонг Распевание этого звука помогает улучшить семейные отношения и получить большую свободу в достижении цели. Это самый важный звук, который надо освоить и произвольно его произносить. Именно эта настройка важна для правильного произношения молитв, заговоров и мантр. Самый важный звук, который надо освоить и достаточно часто произносить, это звук Энгонг. Звук Энг необходимо начинать произносить с мучания. Надо сконцентрироваться на первых буквах. Звук должен выходить из всех отверстий в голове. Этот звук благотворно влияет на печень, желудок, мозг и оживляет голосовые связки. Произношение даже отдельных частей этого звука является целебным. Чистое, серебристое произношение этого звука лечит гайморик. Звук Энгонг очень полезен для солнечного сплетения желудка и печени. Когда вы его произносите, он должен исходить из головы, но в то же время должно вибрировать все тело. Ваша голова становится инструментом, который производит этот звук и создает подобное поле вокруг себя. При произнесении звука Энгонг создаются условия для активизации одновременной работы правого и левого полушария мозга. Теоретически звукотерапии можно вылечить от простой царапины и вплоть до рака, но для этого необходимо знать, с какой частой необходимо произносить звуки. Какой звук или букву надо произносить звонко, какой глухо. Какой звук надо протяжно и сколько по времени. Для одного это одна секунда, для другого 5-8 секунд, для третьего 10-15 секунд. Не зря же тибетские монахи учатся звукотерапии несколько лет. Каждый человек имеет свой звук, который сродни его индивидуальной эволюции, выражения его души, состояния его чувств и мыслей. Только зная, какой ритм необходим для конкретного индивидуума, можно добиться полного исцеления. У пытающегося излечиться самостоятельно такой результат может и не быть. Тем не менее, эти звуковые вибрации используют тибетские монахи. Так, при произнесении звука И из тела выводятся вредные вибрации и улучшается слух. Звук Н заставляет вибрировать головной мозг, активизирует правую половину головного мозга и лечит его болезни, а также улучшает интуицию и развивает творческие способности, по мнению целителей тибетской медицины. В Тибете звук В исправляет неполадки в нервной системе, головном и спинном мозге. Тибетская медицина использует звук Е, который создает вокруг человека барьер для защиты от энергоинформационного загрязнения. Звук У укрепляет уверенность в своих силах. Звук Э используется в тибетской медицине для снятия сглаза и порчи. А вот звук Р помогает снять стрессы, страхи и заикания. Звук Т очищает душу от тяжести и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Желаю всем здоровья! Подписывайтесь на медицинский канал, а также вы можете получать оперативно краткую информацию о новых выходящих видео на таком канале, как Телеграм.